У тебя, дорогой Александр, я думаю, наши друзья, все участники Школы Человек Будущего Homo Futurus рады будут тебя видеть, приветствовать, ну пожалуйста, скажи еще раз, может новичок какой-то зайдет к нам на канал и не поймет сразу, что это такой мощный тренер по боевым мыслям, ну давай скажи, 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 это все и мы начнем, да. Добрый вечер, Касай Магомедович, я Санцов Александр, руководитель Федерации русского боевого искусства РОС, Российская очистительная система самозащиты города Калининград. Так, очень хорошо. Саша, у меня к тебе просьба одна. У нас в пятницу будет ликбез бесплатный, открытие, трансляция. Да, и туда придет много народу, много людей, которые интересуются, кто-то может быть и этим, поэтому давай я тебя, если я тебя попрошу, ты в пятницу, если сможешь, на ликбезе тоже вместе со мной поучаствуй и покажи там кое-что. Ну, сейчас покажи то, что ты мне вчера говорил, когда мы с тобой беседовали. Меня это так захватило. Давай, давай, всем сейчас покажи. Касай Магомедович, я, конечно, с удовольствием соглашусь и что знаю, я всегда готов показать, рассказать, для того, чтобы это все было во благо. Да, это хорошо, да. Я внимательно смотрю ваши ролики, это все. Вот вы, говорит, недавно посмотрел ролик. Кулак. Да, кулак, кулачок, да, хороший, да. И вспомнил то, что нам рассказывал и показывал Ритюнских Александр Иванович вот на семинарах. Это мой учитель, руководитель, вот, у которого я обучаюсь. Ну, мой приятель, товарищ стародавний. Он сейчас еночка, если болел, ну, скоро, говорит, все равно, говорит, выйду это все, выйду на связь. Как все выйдет, у него такая закалка, что дальше не подхватывается. Конечно, выйдет. И вот нам очень много он показал, как работает тело, ну, как в боевой обстановке, как вот надо уметь им работать, как там двигаться, как это все шевелить и так далее. И вот, когда я послушал ваши, вот, то же самое, вот эти вот ролики, то, где вы говорили, что надо делать вот сжатие, разжатие, там, это все такое-то. А нам то же самое. Саша, извини секундочку, я для новичка, вот тут новичок, если смотришь, чтобы он понимал, что кулачок – это суперякорь, так называемый кулачок. Это когда человек пытается выработать у себя навык в условиях напряжения быть внутренне свободным. И поэтому он сжимает кулак крепко-крепко, а потом мысленно воображает, что у него здесь в этой области, например, распространяется по руке и по всему телу тепло, свет, как будто лампочка зажглась. А рука прям деревянная. Таким образом, сочетая напряжение с внутренним расслаблением, он развивает у себя стратегию, новый навык, что в любых условиях напряжения он внутри свободный. Да, ну, теперь я… Да, и вот вы много, очень часто говорите про упражнение «Волну». Да, волна – это упражнение, это очень, очень. Особенно, когда включаю, еще вот я вам рассказывал, включаю, как бы сказать, частоты сольфеджио и делаю вам… Ну, ты сразу скажи, сразу скажи. Я всегда, когда мы с кем-то разговариваем или делаю какое-то видео, всегда учитываю, что может зайти человек, который не в курсе ничего. И поэтому, вот, когда ты говоришь сольфеджио, вот сразу скажи в двух словах, а потом перейдешь к главному, да? Да, это музыка, которая исцеляет организм. Вы узнаете о том, что есть чакры, да, семь чакр? Вот. А здесь вот определили о том, что музыка, которая может специально, она подобрана на частоты, сделаны частоты, которые могут исцелять организм человека. И это я попробовал, что было… То есть, на фоне волны, когда человек выходит на автоколебания, переживая, о чем переживается, когда он соединяется автоколебаниями в волне, у него происходит выход из стресса на состояние безмятежности, на нулевое состояние. Ты это имеешь в виду, да? Да, 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 да. И еще при этом включить музыку, да? Да, еще я включаю музыку и сижу, и делаю вашу волну спокойненько. Музыка, игра, хорошо. По крайней комфортности надо искать действия. Но я хочу сказать одну вещь. У нас идея заключается в том, чтобы в результате человек выработал навык без всяких посторонних, помогающих условий, мог легко с собой регулировать. По этому, конечно, музыка, массаж, точечный массаж, какие-то приборы, которые он может использовать, это на начальном этапе можно, конечно. Но в итоге он должен научиться без помогающих средств. Потому что когда он будет в самолете или еще в каких-то экстремальных ситуациях, там не будет рядом музыки. Нигде ничего не будет. Да, навык нужен, в этом суть ключа. Так, теперь я больше... Я делаю, когда у меня есть время. Я понял. Хорошие ваши упражнения и подбираю еще музыку. Так вот, и подумал. Да, извините, и здесь я хочу сказать, что эти действия ключевые, они сочетаются с любыми музыкой, с любыми упражнениями, с йоговскими, с эгуном. И одно другому помогает. Помогает. Ну, скажите, пожалуйста, я не буду перебивать больше ни слова. Наоборот, интереснее. Наоборот, интереснее. И вот к нам Александр Иванович очень хорошее упражнение показывал для того, чтобы работали все мышцы тела. Тех. Называют, как бы сказать, перекачка. Знаете, есть люди, тренируют, там, занимаются, но есть тоже, например, нету ни спортзала, там дома нету времени. А мышцы, у них же свойства есть, что они? Каменеют. Вот как, вот, ритикулит. Это что такое? Это мышцы, когда сжаты... Да, сжаты до такой степени, что нельзя разогнуться. Правильно? Конечно. И вот он очень интересно показывал упражнения. Знаете, как бы сказать, вот вы мне отдали, вот, как бы сказать, толчок, то что вы показали сейчас, кулак там, лампы светит, да? А мы делаем, посмотрите внимательно, вот видно, вот я стою, вот я напрягаю предплечье. Ну, вот оно, вот только предплечье. Я напряг, видно, да? А потом я отпускаю это и напрягаю бицепс. Вот. Предплечье у меня упрабленное. Потом я бицепс расслабляю, напрягаю плечо. Так. Вот, потом напрягаю, плечевые мышцы я расслабляю и напрягаю мышцы спины. Вот одну. Так. Потом вторую. Плечо. Бицепс. Предплечье. И отпускаю. И такое ощущение, посмотрите внимательно, я как бы беру шарик в руке. Раз, 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 он у меня пошел, 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 пошел. Да, перекатил, перекатил, перекатил. Волна получилась своеобразная, да. Это и есть. Вот это и есть. Посмотрите внимательно. Напряжение, расслабление волной, да. Посмотрите внимательно, если так вот делаю. Да, 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 да. Супер, супер, да. Ух ты, как здорово. Да, как здорово. И когда вот даже взять, вот я беру и вот он шарик. У меня уже тело пошло. Да, расслабляться начало, да. Пышно все спины, руки и спины полностью начинают работать. Посмотрите внимательно. Раз. Да, ты знаешь, вот этот известнейший метод Джекобсона, тоже построен, Саша, на этих, ну ты знаешь, это хорошо, на напряжениях. Ну там нету такого перекатывания, динамического такого напряжения, расслабления. Это, конечно, супер, это супер, это звезда, конечно. Вы знаете, посмотрите внимательно, и вот сейчас я начинаю, как бы сказать, работать по принципу волна. Посмотрите внимательно. Раз, два, раз. Да, да. У меня такое ощущение, что ты сейчас руку раскроешь, и там как у фокус с ним франшин. Шарик, да. Шарик. А вы знаете, вот я делаю как, ты вот представляешь, что шарик, он у меня уходит, и он у меня начинает катиться. Очень интересное упражнение. И вот оно. Знаете, как у фокусника, смотрите. Да, 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 я и думаю, что так вот. Да, иллюзия сразу возникает, что сейчас появится шарик. Вот так. Да, значит, хорошо бы вот, чтобы человек попробовал, действительно, так нашел этот образ, как шарик. Тогда ему помогает вот это все сделать. Вот даже любому, кто сидит, например, за партой, там, за компьютером, там, вот, просто читать. И даже если, например, у кого-то есть, например, уши, и там что-нибудь такое. Ну, нельзя ни тягать, ни отжиматься, ничего. Вот просто раз, тихонечко, вышел. Раз, обошел, раз, ушел. Слушай, это суперская вещь. После этого какое состояние? Такое легкое, расслабленное, да? Потому что ты прокатил этот шарик. Прокатил, прокатил. Посмотрите внимательно, такое потом ощущение, что тело, оно сам играет. Слушай, это же и концентрацию внимания тренирует. А там же переключение, напрягся, расслабился, напрягся, расслабился, во внимание. Вот видите, вот я напрягся, да? Вот, а здесь я расслаблено, у меня. А вот у меня расслаблено, сжатый. А теперь я раз, бицепс. Если он у меня был бы. Вот, а здесь, рванулись, расслаблено. Вот она расслаблена. Как шкакетничек. Здоровенный мужик такой, крепкий. Третьим, обаевым искусством, по рукопашке. Молодежь. А теперь взял плечо. Видите? Вот она, у меня все расслаблено, а плечо у меня напряженное. И вот, просто сидеть дома. Раз, два, три. Раз, два, три. И знаете, и тепло идет. Такое ощущение, как будто электричество. Какой-то электростанта какая-то. Ты интересным образом соединил. Знаешь, вот раньше была такая статическая гимнастика для атлетов. Атлетическая гимнастика. Когда без движения, просто они вот так позы принимали. И как-то тренировали. И даже соревнования были такие. Даже конкурсы, кто лучше выглядит. Это статические такие напряжения. А ты соединил это очень удачным образом. Да. Ему огромный привет от меня. Ему огромный привет. Я помню, как он там обучал телохранителей. Дзержинский, кажется. И там он 400, по-моему, телохранителей было. И они были все там научены стрелять там из пистолетов, автоматов. И он мне говорит, подожди, я сейчас подойду. Я сейчас все автоматы у них отберу. Сейчас говорит. Он им показывал новую, новую технологию. По-моему, волнообразные у него были какие-то приемы. Все, все. Это, знаете, вот как я показываю с шарика, так он с оружием. С оружием, да. Да, он так легко забирал автомату противника и так далее. А вы знаете, мы один раз были в Севастополе на базе морской пехоты. Да. И там подошли туда два инструктора, ну, с морской пехоты. И говорит, Александр Иванович, покажите. А мы стоим, смотрим. Он говорит, ну, хорошо, вот вам автомат, а другому нож. Говорит, бейте меня, ну, делайте все. Вот у одного был автомат, у другого нож. Ну, у А, например, возьмем автомат, у Б был нож. Да. Раз, у А нож, у Б автомат. Ты смотри, молодец какой. Молодец. Они, знаете, они выбросили и говорят, нас интересует, как вы сделали. Нас интересует, когда вы это сделали. А, да, когда вы это сделали. Саша, я знаю, что хочу тебя попросить. Вот на ликбезе в пятницу в 9 часов вечера, в 9 часов вечера, мы еще объявление напишем, точный час, точный час. Значит, я тебя хочу попросить, чтобы ты вышел там в Zoom. Мы же все в Zoom выходим там. Я хочу всем напомнить, что приготовили Zoom свои, потому что объявление будет поставлено завтра. Вышли туда в Zoom. Я тебя прошу, ты выйди туда в Zoom и покажи всем еще и вторую часть. И третью. И третью, да, покажи всем. Это будет вообще прекрасно. Ну, вот, знаете, вот я сейчас даже вот перед вами и сделал. Вот у меня уже... Такое ощущение, как будто я позажимал. Просто это же мышцы работают, чисто вот работают мышцы. Вот как вы делаете, вот как вот то, что мне очень сильно понравилось, волнообразно. Я же вот как-то написал, что сколько мы лет делали вот эту волну для приемов. Для приемов, да. А потом показали ту самую волну для здоровья. Для переживаний. Потому что если человек соединяет переживания, стресс, страха на фоне автоколебаний, то у него быстро стресс снижается, появляется состояние нуля, это безмятежность, комфортность. Да, я вот буду в следующий раз говорить о том, как использовать это нулевое состояние для перенастройки мозга, для формирования нового навыка, чтобы энергия вот этого напряжения сильного, чтобы человек не зависал на негативных эмоциях, не переживал потом постоянно неделями после психотравмы или раздражающих факторов или отношений каких-то, а мог легко перенаправлять вот эту энергию стресса на решение ранее нерешаемых у него вопросов. Я, например, направляю, чтобы лучше картину нарисовать. Видишь, я ее дописываю сейчас. Дописываю. Или на решение другого вопроса, подготовки к встрече, перенаправлять. Потому что люди зависают в стрессе, потому как у них нет адреса, куда перенаправить эту мощнейшую потенциальную творческую энергию. Нет адреса, и они зависают. И разрушают свое здоровье. А я расскажу потом, как эти адреса сделать, как задачи по приоритетам расставить, чтобы задачи после стрессов лучше решались. А вот после вот этих вот, когда вот перекачивают плечи, там все, спина. Ну, мы еще покажем вам и второй, и третий, и четвертый способы. А так вот посмотрите внимание. Вот когда вы вот, после вас, после диамоторных приемов, да. Руки сами. Руки сами идут. Пожелал, и уже пошло. Потому что снял зажатость, да. Саша, я хочу сказать еще одно достоинство упражнения, которое ты сейчас показал. Оно заключается в том, что ты на уровне модели физических движений по существу тренируешь человека сосредотачиваться и расслабляться. Не только при физических действиях, а вообще. Вот статью, например, пишешь, надо иногда сильно сосредоточиться, и нужно тут же расслабиться, чтобы дать мыслям свободный автоматический ход, войти в поток, так сказать. Вот это твое упражнение учит еще и этому. Потому что я посмотрел, ты распределяешь внимание, ты напряг, расслабил, напряг, расслабил. Значит, человек научается и в любой сфере жизни напрячься и расслабиться. То есть сосредоточиться и отвлечься. Сосредоточиться и отвлечься. И именно. Знаете, вот многие, когда я тебе показываю это все, многие, например, раз, руку сжимают полностью и предплечье, и плечо. А здесь надо именно по частям. Это переключение внимания. Учит человека фокусировать внимание, рассеивать внимание. Да, это в любом деле ему полезно. И в обучении, и в тренировке, и в восстановлении. Спасибо тебе, Александр. Да. А когда мы будем, мы там покажем еще несколько вариантов. Вот именно. Вот именно. До встречи. Спасибо тебе. До встречи. Спасибо вам. До свидания. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...